У Могилёвской области 422 объекты, термины будавництва яких перевышены. Больше за все так званых долго буду у Бабруйску, Могилёве и Могилёвским районе. Супрацовники Держконтролю пропоновали нам оглядеть один из самых проблемных. На их погляд объекта у ГЭТА Веслярный канал, что областным центры. Будавництва административно-спортывного корпуса Веслярного канала началось в 2011 году, началось в 2013 году. По закону, кажут контролёры, будинок требовало законсервовать. Теперь специалисты КДК бачить шмат пошкоджений у объекта. По итогам заключения специального нужно будет, скорее всего, даже не усиливать, а просто переделывать эту стену, что значительно увеличит расходы государственного предприятия по строительству этого объекта. Контролёры указывают на недохопы не только звонку, а и внутрь. Наличие влаги на полу свидетельствует о том, что крыша не защищена, и получаются атмосферные остатки, они проникают внутрь здания. Штукатока требует полностью замены. Наракани вызывая стан будавничьей пляцовки. Специалисты КДК бачат так само приклады без господарчасти. Хранится под открытым небом. У него были вложены государственные деньги. Пришли в негодность строительные блоки. Они должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. То есть под открытым небом их ни в коем случае нельзя было оставлять. Заказчик областного управления капитальным удовництвом проблемы с захованностью объекта бачит так само. Однако опошних, выдаткованных с бюджета сродков, хапило только для проведения работ по так званой умолной консервации. Был закрыт контур, была сделана кровля в один слой, были выполнены парапеты. На сегодняшний день было бы идеально выделение средств для дальнейшего строительства. То есть это позволило бы малыми силами обойтись с теми же поврежденными конструкциями. То есть, ну, чем дальше, тем хуже. Укладенные сродки – 36 миллиардов рублев. Гэта цены 2011 года. На сёння с уликом переразлику сумма складая 70 миллиардов. Ясчэ больш трэба, кап завершить будовництва. Прычину такой ситуации, якая склалася, контролеры бачать не толькі у отсутнасті финансавання. Первая проблема – это, наверное, недостаточно правильное, эффективное планирование строительства в настоящее время. Когда, может быть, мы начинаем строить то, на что нет достаточного финансирования. В результате это приводит к следующей проблеме – к нарушениям.